Трудные места описания с библейским порталом Акзегет Красиво, я пришел исполнить все слова закона и все слова пророков, а зачем? То есть, получается, Христос говорит, что главная миссия его на земле – это исполнить закон Моисея. Что, серьезно? Вот больше ни зачем? И что, христиане до сих пор его исполняют, свинину едят, например, христиане, запросто, да, а по закону Моисея его нельзя. То есть, отступили от него, нарушили, я уж не говорю про разные ритуальные правила, которые совершенно не исполняются в христианстве. Богослужение в храме Иерусалимском – это добрая половина закона Моисея, да, но сначала скини, потом в храме. И что, Христос пришел для того, чтобы совершить это богослужение каким-то особенно тщательным образом, да, вот ничего не упустить, все детали. Да нет, он, кстати, не отрицал этого храма, он приходил туда на праздники, но это было как бы, ну, одним из действий, да, совершенно таким же, как, не знаю, там, пойти, например, рыбу ловить вместе с апостолами, да, вот. Ну, люди разные вещи в жизни делают. Вот и в храм они приходят помолиться. Явно не про это говорит здесь Христос. А почему он вообще об этом говорит? Смотрите, вот начало Нагорной проповеди, заповеди блаженства, там есть очень трудные места, в принципе, все трудное просто. Если каждый из них разбирать, то будет, наверное, очень много сил на это затрачено. Дальше говорит, вы соль земли, вы свет миру. Он прежде всего дает своим слушателям огромный-огромный кредит доверия и говорит им, вы самые замечательные на свете люди. Они, наверное, очень удивлены, потому что, в общем-то, это еще ученики, которые только-только ими стали, и просто какие-то слушатели, может, кто мимо проходил. Но других не требуется вот вы здесь и сейчас. И дальше он предупреждает не нарушить закон, но исполнить. Я прочитаю еще дальше в Синодальном. «Истинно говорю вам, до кори не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». То есть, какие-то буквы не исчезнут из закона, пока все не исполнится. Ага, то есть, исполнение – это не просто… Ну, как можно исполнять закон там? Вот, выполнять его требования, да? А, оказывается, можно исполнить каждую букву и каждую черту так, что эта черта потом может и прийти. В смысле, закон – это вот такой план постройки. Закон – это не забор, за который нельзя заходить, да? Кто остается по эту сторону забора, тот его исполняет. А закон – это план постройки. Кто строит по этому плану, тот исполняет. И Христос говорит, смотрите, я пришел построить. Не разрушить, а построить. Дальше он начнет говорить о своих толкованиях на разные заповеди Моисеева, начиная с заповеди «Не убей». И мы прекрасно понимаем, что это, наверное, самая базовая заповедь, в том смысле, что она не первая в списке, но она самая универсальная. Вот насчет единства Бога или соблюдения субботы, даже почтения к родителям, все-таки разные культуры говорят по-разному. А вот убийство, ну, скажем, в современном мире – это абсолютно однозначно уголовное преступление во всех странах, какие бы у них ни были идеологии, религии, философии и так далее. Вот. И, может быть, он пытается заранее предупредить, что все то, что он скажет, это не критика этой заповеди. Ну, «Не убей», «Да ладно, можно». Вот очень часто такие толкования даются, что если очень хочется, то на самом деле можно, потому что и дальше список причин, по которым прямой и непосредственный смысл заповеди больше уже не действует. Но все-таки, если так, то зачем эта проповедь вообще? Просто напомнить людям о том, что существует Моисеев закон, этот закон хороший, надо его исполнять? Не знаю, нет, не думаю. Но смотрите, дальше пойдут разговоры. Вот не убей, а если ты гневаешься, ты уже как бы убил. Если ты злословишься, ты уже на пути к убийствам. Это отдельное трудное место, мы его отдельно разбираем. Но это же есть исполнение заповеди, то есть наполнение заповеди смыслом. В Средневековье схоластники спорили, убийство – это грех или нет? И некоторые считали грех, потому что Господь так сказал. А если бы он дал заповедь убий, то всякий, убивающий своего брата, был бы праведником, а уклоняющийся от убийства злодеем. Другие бы мы сражали, нет, Господь не может заповедовать то, что само по себе греховно. Поэтому заповедь существует как бы объективно, а Господь лишь ее открывает для человека как свою волю, но она и до этого открытия как бы присутствует в этом мире. Но это подход схоластический, это подход такой теоретизирующий. А вот смотрите, мне кажется, что можно к этому подойти с такой точки зрения. В законе Моисеевым сказано, не убей, а как же, а если человек плохой, а если то, а если все. Тем более, что в законе Моисеевым смертная казнь вообще даже присутствует. И более того, война абсолютно не отрицается этим законом. Значит, в некоторых случаях можно убивать, нужно убивать, и будут христиане спорить, а тут же смертная казнь до сих пор спорят некоторые. Есть же страны, где она существует, во многих штатах США, например, она принята как мера наказания. Не нарушает ли это заповедь Божию, если убийцу убивают? Да, он нарушил ее, но надо ли убивать его? Нужно ли нарушать заповедь в отношении того, кто ее нарушил? Или мы уподобляемся ему? И это бесконечная дискуссия идет. Вот, и смотрите, мне кажется, что Христос говорит, смотрите, я пришел для того, чтобы истинный смысл этой заповеди воплотить в своей жизни. И все заканчивается крестом. Он не просто не убивает тех, кто убивает его, а мог бы, но он отдает себя за жизнь мира, как это называется в литургической традиции, для того, чтобы искупить грехи всех людей, как об этом напишет апостол Павел. И для того, чтобы исполнить закон, а для того, чтобы заповедь о неубиении достигла какой-то невероятно высокой степени самопожертвования. Отдай свою жизнь за других. Требует ли этого Моисеев закон? Нет, конечно, иначе как бы мы жили в этом мире, если бы все сами себя убили друг за друга, жизнь бы прекратилась. Более того, мало кто это может исполнить даже в той ситуации, когда нужно пожертвовать собой на войне или в какой-то иной... картине, да, где вот один должен остаться, чтобы там остальные могли спастись, да, и принять бой, или там закрыть своим телом какую-то страшную пробоину там в корабле или что-то подобное. Вот, то есть такие ситуации бывают крайне редкими, и нельзя сказать, что это закон, который навязывается для всех, да. Вот каждый человек должен так поступать. Но, скажем так, некоторый пример или некоторый способ, то, что в законе дано как тень будущих благ, потом так это в послании будет сформулировано, чтобы оно, собственно, в жизни Иисуса стало этим самым высшим благом. И когда он предлагает свое толкование заповеди Моисеева закона, очень легко понять это как некоторую корректуру. Кстати, иногда христиане это так и понимают, что сначала был такой закон, потом пришел Христос, дал другой закон, да, или там подправил то, что нужно. Ну, например, ритуальные всякие подробности к нам больше не относятся, правила пищевых ограничений к нам больше не относятся. Ну, вообще-то это понимается как некое нарушение Моисеева закона, да, можно нарушать. В машине со спецсигналом можно нарушать правила движения, проезжать на красный свет по встречной полосе запросто, да. Вот нам можно нарушать эти правила Моисеева закона. У нас эта мигалка эта включена, да, вот она включилась в Евангелие. И мне кажется, он с самого начала говорит, смотрите, я пришел не за этим, не мигалку вам дать, с которой можно по встречке на красный ехать, да. А я пришел показать вам, как, я пришел отдать свою жизнь за вас, я пришел показать вам, как это может быть, если мы говорим о заповеди «Не убей», но будут и другие заповеди тоже. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.